Чёрные Чудовища, рождённые, чтобы нас погубить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками разрывают вооружённых людей. Чё за... Это неправда. Правда страшней. Я вот тут недалеко раньше жил. Ну, до войны ещё, на Петровке. Один из всей семьи спасся. На работу ехал. Звонить пробовал, но куда там? А это... Что такое? Чёрт! КОНЕЦ Артём. Артём, просыпайся. Артём, это я. Да, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. Послушай, Артём. Я был на пепелище Улья Чёрного. И видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артём. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навёл на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно. Да-да, Ульман, сейчас. Артём, нам просто необходимо поговорить с Чёрным. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься Мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю вас к полковнику. Тут секретный объект, Хан. И тебе тут быть не положено. За мной. Собирайся, Артём. Я подожду у выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он ел, пил и дышал через дырочку в горле. Ну ты кури, кури. Знаешь, мы тут уже давно, а я всё привыкнуть не могу. Здорово, Артём. Это парень, кстати, моя группа, которая до 6 нашла. Да, сразу. Слышал, что с группой Романовой случилось? С Романовой? Давай, давай. Ты посмотри на тех двух столах. Неудивительно, что полковод приказал его убить рейдерку из подготовки. Выписали его. На той неделе его группу отправили через пол. Привет, Артём. Говорят, ты теперь полноправный рейнджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя... Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности ни шагу не стоишь. Одна пыль чего стоит. Вонит до сих пор так, хоть яйца запекать. Да и в метро есть заражённые участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Всё, что нужно для выживания, в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. Бьют они больно. Но лучше всё же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужность. Ага. Отлично. Теперь самое интересное. Пушки. Выбирай, какие нравятся и исключай. Разрежай. Обычно рейнджеры носят по 300. И выборы зависит только от тебя, Артём. Во, отличный выбор. Калаш. Лучший друг рейнджера. Вы что, специально? Затачи лучше стреляй. И не говорите, что прицелки. Я сегодня всё пристрелил сам. Будете у меня до подвинения тренироваться. На исходную. Заряжай. Огонь! Не попробуй выбранное оружие в теле. Если захочешь посмотреть что-то ещё, обращайся. Артём, испытай класть дальнейшие пушки. Поздравляю. Отвратительно. Позорище. Попробуй улыбить центр груди. Молодец. А теперь стрельфы с обронированным манекетом. Улавливай шратнику. Много патронов надо. Так что смотри, если попадания низко летят, значит враг бронирует. Попробуй быть попал. Он так попал. Чувствуешь, шратник? Ну, вроде бы, основа ты ушла. Можешь, шратник, погибать и исчезать, или астрономерно. В метро проходит в полиции Комитета. Обеих чисто. Мельник вызывает к себе командиров звеньев. Будет большое забрание. А это что за песня? А что вы? Полковник Мельницер... Так, Леха, не слушай этого клона. Открывайте ворота! Чароцкая группа пропала в одном из боковых туннелей. Ты про Лесницкого-то слышал? Халкалочек. Ты о чём это? Ну, ребята, закат на лабораторию спроси. Год 44. Чёрт! Что он там уже натворил? Открываю! Ладно, пошли. В гробнице повелителей древности клали всё, что могло потребоваться им в загробной жизни. Оружие, украшения, колесницы, даже жён и рабов. Такую гробницу мне этот бункер и напоминает. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множества, и коней горных, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители макил, а все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнёшься или нет? Эй! Что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил! А чёрт его знает! Лесницкий был в лаборатории. Смена закончилась. Дверь вскрыта. Всё разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Хранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя чёрт его знает. Капец. Сейчас мне полковник Залесницкого нераскалённую арматурину загонит глубоко в душу. А я как назло без вазелина. Ладно, пошли. Да, взять-то мы Д-6 взяли. Насколько ждут выхода бы в ходах. Позовы не говорят, не знают, не знают, не знают. Вперёд Ганзу, введя свои поградпосты во всеми. Особенно те, что красные, их фашистам помогают. Мельник приказал отовсюду людей выводить. Всех забираем сюда. Послушаем, что на собрании скажут. А кто-нибудь знает, в чём дело-то? Зачем вызывали? Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, и здесь подошёл. Я к начальству сам. Потом. Без вас. Артём, я чувствую. Я просто уверен, что уничтожение чёрных – худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вредить? Что, если мы с ними были просто несовместимы? Все, кроме тебя, Артём. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший боец ордена тоже. А ведь именно он говорил, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. На вас напали. Повторите. На вас напали. Так. Артём. Хан. У вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В ботаническом саду я видел чёрного. То есть одна тварь жива? К счастью, да. К счастью? Хан, что за бред? Чёрный – худший из всех угроз, с какими сталкивался орден. Полковник, чёрный один. Он нам не угроза. У Артёма Дар. Я думаю, он найдёт с чёрным общий язык. Отпустите его со мной. Хорошо. Артём, отправляйся с Ханом и найди чёрного. С вами идёт наш лучший снайпер. Анна. Есть. Зачем снайпер? Чтобы наверняка уничтожить чёрного. Что? Да как вы... Взять его. Убийца! Вы совершаете ту же ошибку. Нет. Я выполняю свой долг. Вывезьте его. Артём! Это твой последний шанс искупить вину. Избавиться от кошмаров! Плюнь на эти бредни, Артём. Похоже, чёрный уже успел покопаться у него в мозгах. Выполняйте задание и мигом назад. Скоро война. И ты мне будешь нужен здесь. Вперёд! Что застыл, кролик? Давай за мной. Артём, скажу прямо. Чёрный тебя чувствует, так? Значит, ты сможешь его выманить. Но знай. Анна и правда лучший снайпер. Если чёрный тебя возьмёт под контроль, у неё будет две цели. Так что осторожней. Лесницкий оказался внедрённым агентом. Ваша задача перехватить его, прежде чем он доставит у жаденых контейнеров. Поверяйте. С дьяволом. Отойди от края платформы. Подаём монорельс. Так, кролик, заскакивай. Всё, кролик. Это место себя исчерпало. Город назад стояно решили телеканал. Раньше всё это было обычным делом. А сейчас монорельс кажется фантастикой. Наши дети же не будут знать, как им пользоваться. А внуки вообще будут думать, что это всё боги создали. Прибыли. Это станция секретного метро 2. Туннели мы толком не изучили, нет времени и людей. И вы тут не за этим. Я попробую подать напряжение, врубить свет. Пока пользуйтесь фонарями. Так, готов? Вперёд! Осторожно, двери закрывают. Удачи, ребята. Примета нам сейчас кстати. Кстати, Артём! Вы с моим отцом тоже тогда ведь на монорельсе ехали. Ракеты на рассадник в чёрных наводить. Хорошая примета. Тогда всё нормально получилось. Ладно, напряжение есть. Открывай ворота. Я... Молодец, справился. Тут всё чисто. Выдвигаемся. Так. По плану впереди вход в коллектор. Иди вперёд! Я за тобой! Давай направо. Слева тупик. Что-то испугнуло. Тут на чуку. Зараза! Вот это скорость! Думаю, тут ничего серьёзного не будет. Так. Лестница. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрим, кролик ты или кто. Поверхность. Надевай противогаз. Не хочу тащить на базу твоей трубе. Хантер учил меня своих не бросать. Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Не для тебя цвету. Помоги-ка. Помоги-ка. Двигаемся к главному входу. Там удобная позиция. Смогу держать большую территорию. Ты же вроде неуязвим для их воздействия. Так? А я простая девчонка. Мне туда соваться нельзя. Теперь слушай внимательно. Ты идёшь вперёд. Ищешь тварь. Думаю, раз они тебя так любили, чёрные тебя пощают и сам вывезут. Старайся оставаться на виду. Я буду тебя прикрывать. Можешь на меня рассчитывать. Если вдруг у тебя дрогнет рука, я не подведу. Ладно. Удачи. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай. И правда до сих пор что-то чадит? А хорошо вы тут всё отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Есть какое-то движение? Приготовься. Сейчас я по ним поработаю. Это не чёрные. Это странные. Успел забыть. Держи. Сейчас ещё набегут. Ещё тройка. Работаем. Перезарезка. Ещё. Смотри за камышами. Не забыли. Так, вроде всё почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? А не такое, что и кролик. Неплохо справляешься, Артём. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Так, давай влево. Там есть обход. Кажется, вижу. Метров тридцать от тебя. На два часа. Вот же он. Мелковат. Но с виду чёрный. Ну что же ты? Давай! Дьявол! Вот эта скорость! Как это он? Обходи слева, он ещё там. Беру на мушку. Постой. Он должен быть тут. Следит за тобой. Вижу. Сейчас я ему гаду. Прыгай за ним, Артём! До меня бойцы! Налево. Налево. Всё. Направо. Он прямо на тобой. Осторожнее. Готов. Как ты сейчас не поймёшь? ME мё. Это жил. Как ты? Ты? Я не поймёшь. Угу. Я не поймёшь. Я не поймёшь. Я не поймёшь. Продолжение следует... Продолжение следует... Свежие поступления. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен мутант размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что поэтому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный? Нормальный? И вообще, я гражданин Ганзы. Молчат! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас против... Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек. Урод! Это произвол! Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, триста восемнадцать миллиметров на триста два. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант! Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствуй, товарищ Москвин! Три. Я расскажу, но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались Рейнджер, Красный и Мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах... Сможи ставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться. А вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...